Губернатор региона Игорь Кошин встретился за одним столом практически со всеми главами муниципальных образований округа. Говорили об очевидной теме перераспределения ряда полномочий с муниципального на более высокий уровень. Многим руководителям сельских поселений, как оказалось, до сих пор непонятен механизм. А именно какой нужно собрать пакет документов, сколько на это есть времени. И вообще, если, к примеру, сфера культуры из муниципального образования перейдет в ведение Ненисского округа, то каких ждать после этого результатов? Подробности у Олега Хатанзейского. С 1 января следующего года все культурные, спортивные и образовательные учреждения муниципалитетов переходят на более высокий региональный уровень. Именно Ненисский округ теперь будет контролировать их деятельность. Глав поселений сразу успокаивают. Рабочие места никто не потеряет. Школы, ДК и спортивные сооружения продолжат работать, как и раньше. Все важные мероприятия будут финансироваться. Я прекрасно понимаю то, что сейчас делается. И, наверное, все-таки поддерживаю, потому что консолидация в них руках власти, денег, имущества, она может принести большую пользу. Впрочем, небольшое недопонимание у глав муниципалитетов вызвала сфера ЖКХ. ЖКХ пока непонятно, потому что я в карте передачи имущества не увидел того, что хотел увидеть. То есть будут ли передаваться объекты ЖКХ. Это бани, котельные. Кому потом обращаться, кто будет этим заниматься. Игорь Кошин пояснил, было принято решение о том, что в 2015 году исполнять полномочия сельских поселений в сфере ЖКХ будут органы власти Заполярного района. Это так называемый переходный период. Уже после создадут четкую систему управления. Губернатор региона главам еще раз напомнил о важности перераспределения полномочий. Они помогут создать новую, более эффективную управленческую систему регионам. Ее главный принцип – понятность и прозрачность. Должна быть, понятно, прозрачность. Второе – должна быть управляемость. И третье – непосредственно ответственность заместителей, потому что они являются заместителем, руководителем органов государственной власти. То есть заместители являются не просто кураторами каких-то направлений, а несут реальную практическую ответственность за принятие решений и за их дальнейшую реализацию. А чтобы облегчить процесс передачи полномочий, имущество из муниципалитета в собственность наук, главам поселений посоветовали ознакомиться с так называемой дорожной картой. Где пошагово описано, какие необходимо собрать документы и кто за что отвечает. Для того, чтобы проблем не было, в том числе была подготовлена так называемая дорожная карта. Это было подготовлено распоряжение губернатора, где мы прописали весь порядок подготовки документов и обращений глав к муниципальных образований в администрацию округовой передачи имущества, управление государственной имущества. То есть там, по сути, прописаны все мероприятия, кто за что отвечает и по срокам, чтобы мы успели до 1-го на 15-го года передать все имущество на исполнительные полномочия. В конце встречи глава субъекта Игорь Кошин сделал важное заявление. Руководителям муниципальных образований он предложил создать высший орган при губернаторе. Это будет основным совещательным органом в НАО. Его главная задача – совместно обсуждать социально-экономические проблемы, решать важные, а порой и экстренные для региона вопросы, имеющие государственное значение. Собираться Игорь Кошин предложил не менее одного раза в три месяца. Главы поселения идею губернатора, безусловно, поддержали. А эти проблемы мы можем решить только вот здесь, и когда будут все профильные замы, в том числе и отвечающие за бюджет, отвечающие за строительное направление, и за природоохрану, и за сельское хозяйство. Итогом заседания комиссии стало всеобщее решение о продолжении совместной работы органов власти Ниньского округа и местного самоправления по реализации 95-го закона, то есть по передаче полномочий и имущества муниципалитетов в собственность НАО. Кроме того, губернатор предложил главам поселений встретиться в ближайшие дни и обсудить насущие вопросы в форме диалога. Руководители образования приглашение приняли.